Круглый стол с длиннющим названием межрегиональный обмен опытом по противодействию экстремизму и терроризму на территории Орловской области и Республики Дагестан начался гораздо раньше, чем в этом классе были расставлены в каре сталы и стулья. Он начался на Кривцовском мемориале у Вечного огня, когда на старте гонки в память о павших здесь бойцах лыжных батальонов поисковики передали в Дагестан медальон одного из погибших. Погибшего и найденного, о чем и были уведомлены родственники красноармейца. Те на призыв поисковиков приехали в Орловскую область не одни. И не только за тем, чтобы получить медальон, оформленный в виде буклета со страничками жизни и смерти. Вот он, Гаджи Сулаев Магомед. Вручаем этот медальон семье. Делегация из Дагестана приехала и чтобы принять участие в деловом разговоре насчет профилактики и прочей борьбы с экстремизмом. Тоже ведь война, хотя и не та, в которой добывали победу наши деды. Разговор состоялся живой. Участие в нем приняли зампреды правительства области Виталий Утешев и Вячеслав Ерохин, представители регионального управления по обеспечению безопасности и правопорядка, чиновники Болховской администрации, правоохранители, поисковики, педагоги коснулись темы распада Советского Союза. Мы понимаем, что друг без друга, вот подделяем сейчас, мы же понимаем, что не плохо. Поговорили о том, что такое гражданское общество и как важна инициатива снизу. Нас мы в ничем не советуем. Мы никак не пишем, где мы что-нибудь приедем. Мы приедем за свой счет. Кстати, Дагестан был представлен сотрудниками Госуниверситета народного хозяйства и Министерства по делам молодежи. За столом был и внук Федора Давыдова, лыжников, в честь которого названа гонка, устроенная в окрестностях Кривцовского мемориала. Он из Москвы. Говорит, инициативы наших поисковиков его затянули. Здесь роль этих поисковых отрядов неоценима. Единственное, что нашел практически выход на шойгу. Думаю, что встретимся с министром обороны. Вот эти ребятишки маленькие, им не хватает этого общения с военными. Они прям чувствуют, что тянутся. С таким интересом, да, им бы офицеров туда подтянуть. Вот. До молодых. Насчет борьбы с экстремизмом попросили выступить и Первый областной. Помните это? Бегом от фарк. Сначала люди начали бегать в фарк, а потом там стали запрещать пули. То же самое и здесь. Экстремизм мало его запрещать. Одними запретами не спасешься. Надо подрывать его опорную базу, в том числе и деевую базу. Надо каким-то здоровым контентом помещать все то, чем он кормится. А чтобы вымещать получалось, помогите корреспонденту. Хотя бы тем, что не стесняйтесь. Рассказывайте о себе. Привлеките внимание журналиста. Ведь здоровый контент – это в том числе истории о героях нашего времени. Героях, которые становятся примером, а по науке – источником поведенческих моделей. И моделей таких много. Минимум – это протянуть друг другу руки. И стоять рядом на любой войне. Сергей Быковский, Дуар Чернаускас, телеканал «Первый областной».